Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар+. И сегодня у нас распаковка моих еще одних новых наушников за 2 бакса. Модель i18 с версией Bluetooth 5.0. True wireless наушники, то бишь наушники беспроводные абсолютно. Нет никаких между ними соединительных проводов и так далее. Как вы можете видеть моделька вот таким образом в приятной желтой коробочке. Она прям такого лимонного цвета, довольно таки интересное исполнение. Ну опять же тут сами наушники изображены. Называется найдите 10 отличий от модели i11. Но посмотрим, возможно тут тоже как бы будет что-то интересное. Опять же с Android девайсами и с iOS девайсами все работать должно. Давайте будем распаковывать. Коробочка опять же такая все китайцами спаянная, сделанная. Да, тут конечно уже кто-то без меня наверное пытался эту коробку распаковать. Ну ничего страшного. Мне нравится, что вы знаете лишней какой-то информации не написано. Все так лаконично, все так сделано. Ну вот знаете, простенько и со вкусом. Я надеюсь, что эти наушники хотя бы подключатся к моему смартфону. Ну а тут опять же Lightning, друзья. Я не знаю в чем отличие от модели. Опять же от i11 модели. Но тут уже как бы идут фотографии какие-то идут этих наушников непосредственно. И на английском языке, друзья. И что здесь написано? Опять же, Bluetooth версия почему-то здесь не написана уже. 2,4 ГГц. И тут уже поменьше. 10-15 метров. Опять же 300 мАч кейс. И 30 мАч идет батарейка самого каждого наушника. И больше никакой информации у нас как таковой нет. 5 вольт, 1 ампер зарядка, бла-бла-бла и все такое. Убираем это все в сторонку. Опять же, друзья, Lightning обращаю ваше внимание. Сейчас скрываем эту пленочку. Посмотрим. Возможно, наушники сразу так же подключатся. Но тут уже, в принципе, точно такой же кейс, как и в тех наушниках. Крышечка, конечно, это люфтит. Как неистовая. Ну, наушники здесь, да, по-моему, друзья, один в один. Один в один. Сейчас я достану еще наушник модели i11 и посмотрим, как они выглядят. И есть ли какие-то различия. Вот i11 наушник, а вот этот наушник. Ну, вы знаете, по-моему, как на мой взгляд, никаких различий нет. Нет. Хотя нет, сеточка немножечко другая. Ножка. Что тут по ножке? Ну, ножка так же самая. Я думаю, что если в зарядный кейс этот покласть, ну, все будет то же самое. На том же уровне, как говорится. Надеюсь, что будет это все дело работать. Сейчас попробуем. Ну, тут кейсик, я хочу вам сказать, друзья, такой довольно-таки приятный. Приятный, хотя и люфтит. Опять же, два наушника. Будет на них также полный обзор. В принципе, отличий как таковых и нет. Только единственный нюанс, что эти наушники, они идут заряжены. Вот, открываю кейс. Вот, видите, да? Голубенький тут идет огонечек. Сейчас я... Скушку, наверное, не получится выключить. Есть. Короче, поверьте мне на слово, здесь горит голубенький огонек. Это говорит о том, что наушники, в принципе, я так понимаю, готовы к соединению. Посмотрим. Сейчас пробуем. Голубенький горит. Это значит, что они заряжены. Это уже приятно. Зажимаем кнопку. Поиск. И смартфон рядом кладем. Обновить устройство. Huawei P30 Lite. Доступное устройство. Может, это наушники Huawei P30 Lite, так называются. Но я сомневаюсь, конечно. Так. Попробуем сейчас эти наушники как-то подключить все-таки. Я надеюсь, что они все-таки подключатся. Доступные устройства. И что-то пока как-то, друзья, ничего. Может быть, откроет стоит кейс. И включить их. Чтобы горел этот голубенький огонек. Вот сейчас видно вам. И попробовать вот таким образом. Кстати, друзья, гляньте еще, какая добро здесь есть. Наушники красненькие, они горят. Крутяк вообще. В темноте будет круто смотреться. А вот давайте попробуем сейчас сделать вот так. И видите, да? Вот такая картина здесь. Мне удивляет, что они не находятся. Вот это вот момент, как бы, такой себе, знаете. Почему они не находятся? Может, что-то надо сделать, друзья? Напишите в комментариях. Возможно, у кого-то были такие наушники. Потому что они не рабочие, я так понимаю. Или что-то, блин. Может, что-то они так делают. Я все-таки думаю, что они должны быть рабочими. Но всякое может быть. Мало ли. Не может же быть это какой-то китайский брак. По расчету. Это как фонарик, знаете. Включил, отключил. Почему? Вот сейчас зажал я. Может, надо подержать секунд 10. Чтобы они начали там подавать признаки жизни. Но пока... Пока что-то никак. Вообще. От слова совсем. Может быть, конечно, они разряжены, друзья. И такое может быть. Да, вот почему? Потому что они красные, им горят. Не знаю. Попробую их зарядить, друзья. Но это уже вторые наушники, которые мне с лету, с проходу, как говорится, не удалось ничего с ними сделать. Их не находит просто смартфон. Realme 9 Pro Plus, если что, друзья. По идее, должен находить все. Но как-то так, друзья. А тем временем, пока мы с вами разговаривали, вот немножечко должны были подзарядиться наушники наши i11 модель. Давайте сейчас попробуем. Возможно, тут что-то сейчас у нас получится. По крайней мере, тут мигает так многообещающе. Давайте посмотрим. Возможно, сейчас как-то получится подключиться. Если мигает, ну, по идее, что-то должно. Да? Сейчас попробуем. Может быть, доступные устройства здесь будет сейчас? Нет, доступных устройств почему-то нет. Попробуем зажать. Нопочку. И обновить. А может быть, что-то по инструкции все-таки как бы не так. Я делаю. Вот наушники уже голубым подсвечиваются здесь. Может быть, их надо вытащить. Вот таким образом. А, да, скорее всего, друзья, смотрите, какой он начал переливаться разными цветами. Дискотечными. Может быть, и второй надо точно так же. Слушайте. Вот тут прям нереальная какая-то дискотека происходит. Им надо, может, между собой сначала подсоединиться. Да. Вот нашлась эта модель i11. И сейчас, видите, у нас распаковка одних наушников. В принципе, я думаю, тут подключаем другие совершенно. Тут какой-то один, и между ними подключение. Так, разрешаем доступы. Все дела разрешаем. И сейчас посмотрим. Ну, это SBC кодек, как я уже и говорил. Так, использование высококачественного кодека. Кстати, SBC переключается. Ну, это круто, друзья. И сейчас я попробую какую-нибудь музыку без авторских прав запустить. Давайте посмотрим. Возможно, сейчас будет играть. Круто. Так. И сейчас момент истины, друзья. На всю сделано. Вроде бы на всю. Ага. Плей-пауза. Два раза вперед. Два раза по правому уху. Назад. Угу. Но вы знаете, друзья, что я хочу сказать. Сенсор чувствительный. Два раза вот вперед. Вернее, назад. Вот это два раза вперед следующее видео переключается. Да, я вам хочу сказать. Басов, конечно, здесь нет. Ну так, еле-еле что-то легенькое, непонятное. А ну, сейчас я попробую, в принципе, сейчас включить музыку. Как будет слышно, нормально или нет. Сейчас попробуем вот Zulu включить с басами вроде бы. Конечно, в основном на высокие частоты здесь идет упор, друзья. Но я вам хочу сказать, я их все-таки заряжу. И я думаю, вы знаете, что довольно-таки неплохие должны быть, по идее, для разговоров наушники эти. В принципе, посмотрим. Посмотрим, пока модели эти идентичные. В принципе, i18 и i11. Я пока что подключить удалось мне i11. Но я так понимаю, что, в принципе, по качеству они будут одинаковыми. Потому что визуально они идентичны. Посмотрим. Друзья, напишите в комментариях, кто приобретал такие наушники и пользуется ими. И какие неприятности, либо приятности с ними случались. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.